Субботний мир 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 Соблазны Субботний мир 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 Но мир вокруг нас Мы делим Несколько иначе Чем Христос Делит здесь В этой притче А в этой притче Он конкретно Мир делит пополам Правда На две части Ровно на две части Не больше Не меньше Да На две или не на две На две Одни В толковании Он говорит Это сыны Божьи И семена у них Божьи Да И они прорастают И плоды Божьи, другие сыны дьявола и лукавого. Есть ли третья категория? Нет. Вы представляете, мир, абсолютно все в этом мире разделено вот так на две части. Все, вот все, что мы смотрим, видим, все, о чем мы можем судить, обсуждать, говорить, все разделено ровно на две части. Это первая мысль. Ровно на две части. И все это составляет семена. Но к этому еще вернемся. А я хотел бы сказать несколько другое. Но наш взгляд на земле, он отличается от взгляда Христа. И даже если мы знаем, в нас все равно этот взгляд часто сохраняется. Мы тоже делим мир на две части. Я делю мир на две части, и вы делите мир на две части. Но несколько по-другому, чаще всего, не говорю всегда, несколько по-другому, чем делит Христос. И вот в этом, не то, что Бог нас хочет чем-то унизить, оскорбить. Нет, Он хочет. Вот в этом мы отличаемся от Вселенной Его совершенной, и в этом мы должны измениться. А как мы делим мир на две части? Вот я расскажу некоторые примеры, а вы вспоминайте свои. Вот как я могу сказать, вот человек хороший или плохой? Вот зашел я, например, к какому-то чиновнику, да, там сидит мужчина или женщина, или в магазин зашел, неважно, куда-то зашел. Вот как я определю, это человек хороший или плохой? У нас существует это деление. Мы тоже делим мир в своем разуме, может быть, где-то подсознание, даже не замечая этого, мы делим мир. И когда я захожу к нему, вдруг он ни с того, ни с сего говорит, да вот присаживайтесь, давайте я вам помогу, что вам нужно сделать. И у меня сразу возникает, куда-то я этого человека отношу. Куда? Хороший, хороший. Или в церковь я пришел, и ко мне подошли один, второй, поздоровались. Какой человек? Хороший. И сразу все как-то по-другому, сразу раз отнесли его к хорошему. Но там вдруг, в процессе вот с чиновником разбора там документов, или подачи моего земления на приватизацию, или разбора СРС моих документов, выясняется, что этот человек, он как-то делает так, что меня ставит в тупик. А вот тут, вы знаете, я вам не могу помочь, потому что у вас нет этого, 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 и я понимаю, что этого и этого мне, может быть, никогда не собрать. И что я делаю? Я его перемещаю. Перемещаю или нет? Перемещаю. А если еще какой-то конфликт, а если еще, может быть, то же самое и в церкви человек подошел и завтра не поздоровался, да? Не поцеловал, не поприветствовал, а еще что-нибудь сказал. Я его куда делаю? Я не знаю, может быть, в это иду не делать, а я делаю это, я его перемещаю. Туда. Нехороший. И неосознанно, неосознанно, представьте, сколько людей, столько в каждом человеке, и мир, который вокруг нас, я не говорю, что на все сто процентов. Нет, приходит какое-то воспитание, приходят принципы какие-то, но все-таки в основной массе человечество делит само себя, то есть, ну, вокруг, вокруг человечества на две вот эти части. Точно так же, как Христос делил на пшеницы и плевелы, и мы так делим, но делим некоторые только по другому признаку. Полезно мне? Хороший. Не полезно? Не очень хороший. Делает мне добро? Хороший. И не важно, какой он там вообще на самом деле. Может, тот, который чиновник, улыбается мне, он вообще взяточник уже лет 12, 13, 14, да? Может быть такое, да? Он взяточник уже, а для меня какой он? Хороший. Да, и РЭС хороший уже, и Горгас хороший, потому что там чиновник хороший. А на самом деле там страшные вещи творятся. Там людей принуждают к тому, чтобы загонять в угол, из них деньги, может быть, вымогать. Ну, я не говорю про конкретно, а то вдруг какой-нибудь РЭС или Горгас обидится. Все-таки прямой эфир, так ответственно очень, хороший или нехороший. Но делим. Делим. Я говорю о принципе. Делим или не делим? Делим. И где-то, может быть, мы близки к истине, но эта истина, она не является объективной. Почему? Потому что она относительно нас. Не наступили на ногу хорошие, наступили на ногу плохие. И это не просто деление. Это деление еще нас приводит к конкретным каким-то действиям, выводам, поступкам. Мы не просто его отнесли туда. Мы и ведем с ним по отношению к нему точно так же. Правда? Так или нет? Так. И вот в этом разница между тем, что видел Христос, и тем, что видим мы. И почему эта разница сегодня, может быть, озвучивается, почему она сегодня затрагивается? Потому что взгляд небесный отличается от нашего. Действительно, Бог тоже смотрит. И Он видит на земле и пшеницу, и плевелы. Кстати говоря, об истории этой притчи, я прочитал интересный комментарий в книге «Наглядные уроки Христа». Там написано, что… Вы заметили, здесь написано «Враг-человек посел это». Вот, прочитайте. 28-й стих. «Враг-человек сделал это». То есть, речь идет о человеке. Христос берет здесь образ человека. В древности был такой род мести, оказывается. Я не знал об этом. И он состоял в следующем. Если какой-то человек хотел отомстить другому, во время посева, ну, наверное, от этого зависела их жизнь, да, их благосостояние. Это самое большее, чем можно было отомстить. Во время посева они, эти люди, специально где-то набирали семена сорняков и ночью приходили, и врагу своему там вот это вот сеяли. И действительно, всходил урожай, с которым трудно было справиться. И вроде человек не убил, не украл, но навредил много. Враг-человек делает это. Еще одна интересная параллель. Я думаю, что, может быть, ее много и не надо комментировать. То есть, делалось это ночью, чаще всего, чтобы не видно было. Христос, когда комментировал эту притчу, он говорит, мир тоже делится на две части. Но я хочу, чтобы вы видели это деление гораздо выше и глубже, чем с высоты собственного роста, даже не полета, а роста нашего. Потому что с высоты собственного роста мы делим людей, хорошая, нехорошая, пшеница плевела, плевела пшеница, выгодный, невыгодный, полезный, неполезный. А Бог говорит, есть это деление, но оно чуть другое. На самом деле, оно правильное, оно объективное, оно настоящее. Есть на земле сыны Божьи и есть сыны Лукавого. Но это деление состоит не из того, что по отношению к тебе они сделали или не сделали. Весь мир вообще состоит. Оказывается, все, что мы можем видеть вокруг, это все семена. Разговоры, семена, фильмы, семена, книги, семена, люди. Представляете, ходят люди, и от них во все стороны разлетаются семена. Ну, такой образ он действительно или нет, как вы думаете? Ходит человек, а от него разлетаются семена. Вот от нас с вами разлетаются семена. Разлетаются. И вот это деление в глазах Бога, оно вот какое. А какие семена от нас разлетаются? А какие семена к нам попадают? И говоря эту притчу, Господь, безусловно, хотел бы, чтобы мы, наверное, не жили бесконтрольно, а что-то знали и контролировали этот момент. Все, что есть, это не просто слова, поступки, встречи, праздники, расставания, слова, которые мы говорим друг к другу. Это все есть семена. И когда придет завтрашний день, и на поле, на котором я ожидаю барбарисы, помидоры, вдруг вырастает не то, что я ожидаю, то по этой притче нужно о чем-то задуматься. Я думаю, мы все догадываемся, о чем нужно задуматься, да? Какие семена? Быть аккуратными в отношении к своему снова внутреннему миру, что исходит от меня. И если вдруг я когда-то встречаюсь с чем-то, не семенали, которые я посеял. И Бог говорит еще, еще более серьезные, Иисус говорит здесь еще более серьезные истины. Смотрите, Он говорит, что эти семена, человек должен точно знать, они могут быть только двух видов – божьи или дьявольские. Божьи или дьявольские. Третьего не бывает. Либо это от Бога, а если это не от Бога, то это что? От дьявола. Но, наверное, сатана вот и придумал вот этот серый цвет между белым и черным, чтобы человек говорил, ну это как бы не от Бога, но ничего плохого в этом нет. Вот есть такое мировоззрение, да? Во всех сферах жизни есть такое мировоззрение. Бог это не одобряет, но в этом вроде ничего плохого нет. А что плохого? Ничего. Господь говорит нет. Нет, особенно в это время, последнее время, когда события стремительно развиваются, когда, наверное, уже нашей эпохи наступают, наступают уже на пятки события. Господь хочет, чтобы мы снова, просмотрев эту притчу, знали для себя. И, может быть, после сегодняшнего дня, где-то Бог напомнит, что все можно квалифицировать, но не как я привык. Хочу – не хочу. Выгодно – не выгодно. Мое – не мое. Полезно – не полезно мне. А Божье или не Божье? Если не Божье, то это дьявольское. А уже решение, а уже выводы. Ну, я думаю, каждый понимает, какие нужны решения. Конечно, нужна сила Божья, чтобы с этим справляться. Конечно, нужно взгляд Божий. Но для этого, наверное, и Христос дает эту притчу. Притчу. Для того, чтобы мы это поняли. И вы знаете, я хочу эту притчу соединить еще со следующей. И хотя в следующей притче о горчичном зерне, где самое-самое маленькое зерно, но вырастает в самое большое дерево, Христос имел в виду, конечно же, прежде всего, учеников своих и христианство, которое там зарождалось по имени нашего Господа Иисуса Христа. Маленький росточек бьет этот асфальт, как отбойный молоток. Пробивает его, разворачивая вот этот асфальт вот так. Маленький, зеленый. Его возьмешь, я вот взял его, вот так вот стер, ни силы в нем нет, ничего. Но пробивает такой асфальт. Он пробивает все, он черпает в земле эту силу. И если соединить с первой притчей, а здесь, безусловно, речь идет о силе зерна, я думаю, что сомнений нет, да? Что зерно, даже самое маленькое, оно обладает колоссальной силой, то приходят снова старые, но, может быть, актуальные, новые, современные для нас выводы, что те семена, которые сеются в нас, вот все семена, слово сказал семя, слово впустил в себя семя, посмотрел семя, подумал семя, пообщался с тем-то, он тебе посеял семя. И вот это то, что сеется, то, что хранится, то, что в эту почву, как мы в прошлой притче разбирали, если она на этой доброй почве прозрачает, прозрачает, может быть, даже мы не хотим многих вещей. Крошка сын к отцу пришел и сказала кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. Единственное, что отец крошке сыну не объяснил, а почему они так делают, эти люди? Хорошо, а почему плохо? Христос здесь объясняет. А потому что семена падают, и эти семена имеют колоссальную силу. И мы говорим иногда сами себе, я говорю иногда сам себе, да я просто посмотрю, да я просто послушаю, да я просто остановлюсь и поддержу этот разговор, или я просто пообщаюсь. А на самом деле через эту притчу Христос говорит или не говорит, что там семена. Знаете, везде семена. Почему Он говорит эту притчу? Почему Он открывает? Он хочет, чтобы верующие в Него, ученики тогда, и, наверное, сегодня люди современные, Он хочет, чтобы мы все имели силу, не физическую силу, а силу в знании. Потому что вооружен тот, кто предупрежден. Чтобы мы были предупреждены еще раз. Почему у нас сегодняшний день, может, в этом, в этом и в этом не состоялся? Почему у нас еще не налажены отношения? Почему где-то конфликты? Почему что-то не получается? Потому что это проросли семена. Внешние гонения, ну да, они существуют. Внешнее давление, ну да, оно существует. Но большинство это все-таки причина и следствие. Большинство это проросшие семена. И если взять за основу предыдущую притчу, снова посмотреть, какие виды почв бывают, они могут быть и добрыми, и недобрыми, как для хорошего, так и для доброго. На что мы сориентированы? Потому что когда мы приступаем к чему-то, чтобы сделать или построить что-то, если мы скрупулезны, у нас получается строить, и мы радуемся этому. Правда? Вот в этом году у нас стройка. И что интересно, вначале она такой размытой представлялась, ну, как бы, какое-то здание должно быть, я знаю, что там должно быть. А когда пришли какие-то конкретные узлы, детали, и я молился о них, и получал какое-то видение, и даже относительно каких-то мелочей, и скажу вам, состоялось, получилось. Почему? Потому что скрупулезно. Потому что думаешь, переживаешь, и думаешь сделать как лучше. То тем более духовная жизнь человека. Потому что завтра произрастут эти сорняки, которые очень будет трудно вырвать самому себе, если говорить о себе. Поле – это мир, Христос говорит. А в этот мир сеются два рода семян. Каждый день, каждый час, каждую минуту в нас летят семена. Примем, не примем, будем знать об этом или не будем знать. И от этого зависит, произрастут или не произрастут. Услышал доброе семя от Господа, услышал что-то и точно знаешь, это от Бога, это слово от Бога. Что нужно делать? Взять и трудиться. Господи, помоги теперь. Вот как мы берем семечку помидорную, землю подготавливаем, все это поливаем, если холодно, укрываем. Если так, обязательно прорастет. Обязательно прорастет, говорит Господь, потому что там есть сила, небесная сила, сила Божья. И Господь хочет, чтобы это все прорастало. И еще один момент, один момент очень важный здесь. Пришли рабы в 27 стихе 13 главы, домовладельки, и сказали, «Господин, не доброе ли семя ты сеял на поле своем, откуда же на нем плевел?» Он сказал, «Враг человек это сделал». А рабы сказали, «Хочешь, мы пойдем и выберем их отсюда». Это уже речь идет о том, что человек хочет взять на себя право самому снова разделить этот мир не так, как Бог его делит, а разделить его по собственному усмотрению. Ну, кто хороший, кто плохой. Кого взять в Царствие Небесное, кого не взять в Царствие Небесное. У Елены Вайта есть очень интересные мысли, я сейчас не могу вспомнить, где, где она пишет, что мы никогда не должны определять участь того или иного человека, спасен он или не спасен. Будет ли он в Царстве Божьем или не будет, нам не дано это право. Мы не должны так мир делить на то, кто есть христианин, а не есть христианин. Кто ты такой? Знаешь ли ты внутренний мир человека? Съел ли ты с ним пуд соли? Пережил ли ты с ним то, что пережил Бог? И другая сторона, и относительно меня, мой мир может знать только я и Бог. И снова эта мысль направляет нас к тому, только к тому, и только к тому, кто может помочь нам в этом внутреннем мире. Потому что какой бы добрый и близкий человек ни находился, хотелось бы, чтобы их было больше, и они понимали. Они не всегда могут определить то, что произрастает в тебе. Но есть тот, к кому мы можем прийти с молитвой и сказать, Господи, я могу рассказать тебе то, чего я не могу рассказать даже самому близкому. Потому что он, не потому что он плохой, он не плохой, он твое дитя. Но он не может мне дать правильного совета, объективного, объективной помощи. Потому что только ты, Господи, знаешь, где плевелы, а где пшеница. Только ты можешь это отделить. И заметьте, вот эта ошибка, она прошла через все эпохи христианской, по крайней мере, через всю христианскую эпоху. Ну, например, помните, еретиков сжигали. А за что их сжигали? Ну, потому что люди взяли на себя право определять, да, кто спасенный, а кто не спасенный, кому жить, а кому не жить. И стали делить людей, а когда к этим людям еще попала власть в руки, и они стали творить страшные вещи. Бог говорит, нам это право не принадлежит. И может быть, в очередной раз, когда приходит вот этот мой взгляд, как в начале в самом вступлении мы говорили, разделить мир на правильных и неправильных, ну, это обычное дело. Посмотрите, мир, в котором мы родились, он всегда так живет. И вот, когда люди общаются, большинство, они общаются и на эти темы. Это хорошее, это плохое, это правильное, это неправильное, это угодно, это неугодно. А как они этот мир делят? Относительно чего? Относительно своего субъективного мнения. то, что мне нравится или не нравится, приносит мне пользу или не приносит, по национальности, по полу, по языку, по стране, выгодно, невыгодно, вот такие выводы приходят, то Христос хочет научить другому. Не нужно этого делать. Не вы, судей вы, не судей в этом мире. Вот когда произойдет, придет, вернее, Христос и будет второе пришествие Иисуса Христа. И когда воскреснут святые, и когда их вера перестанет быть верой, а уже будет видением, и их характеры уже сформировались, и они уже действительно те люди, которые не будут судить, как вот весь мир, как сегодня привык, да, мое, не мое, они не будут. Тогда Господь доверит им суд. И этот суд будет объективный, потому что они познали милость. Знаете, одно интересное наблюдение у меня есть. Вот я общался и даже сейчас, наверное, научился вычислять людей, которые прошли какие-либо войны или катаклизмы. На Кавказе, в Средней Азии, там, может, кто-то в советское время воевал в Египте и так далее. Вот чувствуешь как-то этих людей. Чувствуешь, потому что они не берутся, наверное, вот именно по этому признаку, они не берутся вот так сразу, сходу этот мир делить. Почему? Потому что эти люди хлебнули много. И они не торопятся. Они более мягкие, они более те люди, которые выслушают. Но я не говорю, что все или кроме них таких людей нет. Но вот есть такая особенность. И там, наверное, вот те святые, которые будут судить мир, они прошли многое, что кроме суда и вынесения приговора побуждает их сердце еще соотнести еще и милость к этому суду. Но в этой притче, давайте снова возвращаясь к ней, в этой притче Иисус Христос, как вы думаете, говорит или не говорит, что определять плевел или пшеница не наше дело. Говорит или нет? Говорит. Говорит. И это факт. И вот это тоже очень важно запомнить из этой притчи. 41 стих. Хотелось бы затронуть здесь несколько мыслей очень важных. потому что ну я не знаю приходят, могут прийти такие вопросы. А как же эти семена различить? Ну как же эти семена различить? Ну от дьявола они или от Бога приходят? От меня исходят семена от дьявола или от Бога? То есть я сею, мне сеют. Ну как их различить? Просто. Думаю, что вы знаете ответ, но полезно прочитать его еще раз. пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие. Результат того, что ты делаешь. Соблазн ли это для кого? Что такое соблазн? У нас были темы отдельные, по-моему, даже в двух часах. Соблазны. Соблазны это то, что я сделаю, что приведет человека к греху и делает его грешником. Вот это соблазн. Ну, а беззаконие, тут все понятно. И беззаконие. То есть, если это семя, семя соблазна или беззаконие, то здесь эта притча называет, Христос называет здесь все своими именами. Автор, источник и двигатель всего этого дьявол. Странно было читать в Библии, когда Иисус Христос говорил народу, избранному Богом, вы, сыны, помните, чьи? Дьявол. И отец ваш дьявол. Представляете? Это говорит не неверующим людям. Это не атеистам, не язычникам. Это он говорил людям, которые жили в культуре, которую сформировал Бог. Культура веры. И поэтому, вот когда мы слышим об этих семенах, о том, что они могут где появиться, это не обязательно, ну, мир языческий, мир неверующий, мир дискотек, ночных клубов, не обязательно. А там это уже семена насеян, там бурьян, бурьян вовсю. Там понятно, там бурьян вовсю. Но Христос это говорил своему народу, говорил ученикам, что такие, мягко говоря, проблемы могут приходить. И они небезопасны. Потому что то, что завтра возрастет, это результат посеянного сегодня. Все мысли очень просты, знакомы, но почему-то мне показалось, что они будут для нас актуальными. И пусть Господь поможет, чтобы с этими мыслями мы вставали и ложились, ходили весь день, помнили об этом, что это не просто разговоры, слова, поступки, друзья, соседи, друзья-мальчики, друзья-девочки, аж все это семена. И если эти семена ведут к греху и соблазну, за ними стоит ни мальчики и девочки, ни телевизор и компьютер, ни интернет и книги, ни речь кого-то или другого, ни компании, ни обиды, ни оскорбления в ней или внутри церкви, или всеми, где за этим стоит дьявол, который хочет погубить, чтобы все это взросло, и он тоже сеет и дает силу этим семенам. Пусть милосердный Господь, научивший нас сегодня, поможет избавляться от этого, поможет, чтобы поля наши забили пшеницей сорняки, а не наоборот. Аминь. Давайте помолимся. Отче наш сущий на небесах, благодарность Тебе великая за то, что в наступивший покой Ты приходишь снова к нам с анатомией души нашей, нашего духовного человека, за то, что снова Ты отодвигаешь на второй план то, что происходило материального на прошлой неделе. Потому что мы сегодня говорили, дни короткие, одежда ветшает, и все это материально однажды оставится на этой земле. Оставится, а с собой возьмется только то, о чем мы говорим. И это самое главное, это первостепенно. И Ты снова приходишь спасать нас. Ты снова открываешь нам Святым Духом пришедшим к нам эти притчи, Слово Твое, оно живает, для того, чтобы в новый день, в завтрашний, послезавтрашний, новую неделю мы шли вооруженные этим знанием, знанием Твоих небесных истин, Твоего оружия, знанием, которое принесет нам мир и покой завтра, семьям нашим, церквам нашим, знания, которые заградят, заградят полет этих страшных семян дьявольских в нашу почву. Помоги нам в этом быть добрыми сработниками Твоими, добрыми воинами Твоими. Помоги снова нас в старихне, Господи, открывая нам реальность мира, в котором мы живем. А реальность такова, что не страны, реальность такова, что не политики, реальность такова, что не космические процессы, не экология, реальность такова, что Ты близко, Господи, для того, чтобы взять своих на удивительную, красивую новую землю и даровать им огромную радость, ту, которую мы сегодня можем обрести вместе с Тобой. И пусть, Господи, мы будем внимательны. Дай нам эту силу, дай нам это зрение, дай нам это слышание, потому что от этого зависит, каким мы будем завтра, послезавтра и в Царстве Твоем. Благодарим Тебя за то, что посещаешь нас, любишь нас, народ Твой, детей Твоих. Во имя Господа нашего Иисуса Христа молитва к Тебе и поклонение. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok